Привет, ребята! Сегодня у нас сильный ветер, и голос немножко будет обрезан, потому что включена ветрозащита, чтобы избежать лишних шумов и лишних беспокойств. Почему я в такой ветер снимаю? Потому что со вчерашнего дня я вам хочу рассказать одну очень интересную тему, которая нужна каждому родителю, и я хочу осветить тему воспитания детей, и как ими управлять, нужно ли их наказывать, и как совладать с большим количеством детей простыми методами, не агрессивными, и конструктивно их направлять в нужное русло этих детей. Смотрите, у меня сейчас, вы уже знаете, большой опыт с большим количеством детей. Моете Машу! Вчера я водил на речку 13 буйных детей. Это в 95% это цыгане. И все мы знаем, что цыгане отличаются своим неукротимым нравом, своей энергичностью и непослушностью, так сказать. Но исходя из опыта меня и Гарика, воспитания Гарика, Гарик очень хорошо знает, что меня не слушаться невозможно. То есть я это делаю просто, не агрессивно и доходчиво. Понятно. Я не проявляю какую-то агрессию, и прежде чем наказать, я 10 раз подумаю, не мои ли это собственные реакции, а может я не прав. Если все-таки оказывается ребенок не прав, я применяю какие-то меры, которые регулируют его. Давайте немножко с теорией. Смотрите, если ребенок реагирует на слова, на замечания, его не надо наказывать. Он откорректируется и больше это не повторяет, то, что требуется сделать. Если ребенок, вы ему сделали один раз замечание, второй раз замечание, и он повторяет ту же самую ошибку, нужно как-то наказать. Но опять же, как наказать? В большинстве случаев обычный родитель делает это таким способом. То есть он либо кричит на него, оскорбляет, причем обзывает, либо уже применяет физическую силу. Я это не один раз видел, что здесь в приюте, что в приюте голландском. То есть без разницы. Локация не играет никакого значения. Если вы спросите у людей, которые жили со мной в Голландии и которые сейчас живут, они ни разу не слышали, чтобы я на Гарика кричал или что-то такое творил. То есть все очень просто. Как же я делаю так, хотя Гарик отличается своей послушностью, своим спокойствием и своим нормальным поведением. Как же это так получается? Есть простой метод. Сейчас я вам расскажу на примере Гарика, а потом, что я сделал с нашими любимыми цыганями, что они так все слушаются. Там я применил немножко другой метод. Причем не специально, так оно спонтанно вышло. С Гариком у меня просто. Если он не реагирует на слова и повторяет одну и ту же ошибку, у меня есть простой метод. У нас есть такое упражнение сидеть на стуле перед стеной. То есть он садится на стул перед стеной. Он может и час сидеть, может и два, в зависимости от строгости, от величины ошибки, которую он допустил. Если ошибка уже повторяется неоднократно, это может быть время увеличено сидение на стуле. Смотрите, наказание, оно должно улучшать ребенка. Оно не должно его заставлять деградировать. То есть побои и унижение, и оскорбление ребенка – это прямой способ к деградации ребенка. То есть его состояние ухудшается, он начинает вас бояться. И это ухудшает свои умственные способности или физические тоже вместе с этим. Поэтому это я не рассматриваю вообще как способ наказывать. Это противоречит всем моим понятиям о нормальном отношении с людьми. То есть так нельзя делать. Поэтому наказание должно быть, у вас может быть свое, наказание должно быть конструктивным, которое улучшает ребенка. В данном случае Гарри, когда сидит перед стеной на стуле, он осознает свое поведение, у него даже какие-то озарения и какие-то новые понимания идут. И когда что-то приходит, я уже сразу заканчиваю без количества того времени назначенного, которое я определил для сидения. Вот. Это что касается Гарика. Что касается наших детей из приюта. Смотрите. Все дети хотят идти на речку. Все. Они до того, как идти на речку, они меня за неделю до этого или за 5 дней спрашивают, когда мы пойдем, когда мы пойдем. Я каждому вынужден отвечать. То есть я не игнорирую их вопросы. Смотрите. Дети сразу чувствуют хорошее отношение. Когда ты ему уделяешь внимание, отвечаешь на каждый его вопрос. Когда ты не дергаешь ребенка по любому поводу. Вот я их когда веду на речку, я же им не раздаю направо и налево какие-то приказы. Я этого вообще не делаю. Я с ними иду, как такой же, как и у они. Если я что-то говорю, значит, соответственно, когда я что-то говорю, они понимают, что я говорю что-то важное. И они слушают. Потому что просто так я им лишь бы что-то, какие-то указания не выдаю, не раздаю. Вот. И следующий момент. Все они хотят идти на речку. Но первые походы наши на речку, это было что-то такое, знаете, как Орда. Несется по селу и рвет все подряд. Все, что они видят. Какие-то зеленые сливы, яблоки. Они их укуснули, выкинули, начинают ими кидаться. Или и едят, если оно съедобное. Потом выбегает хозяин, молдаван, и начинает или гнаться за ними, или недовольно идет за ними и что-то им рассказывает. Видит меня, уже начинает приостанавливаться. То есть это какой-то абсурд. И в итоге я им сделал следующие правила. По факту я их озвучил в первый день или на второй раз, когда мы уже начали ходить. То есть первое, это не мотюкаться. Второе, это не рвать ничего с этих близлежащих деревьев, которые мы проходим. Потому что у них есть хозяин. И, соответственно, дети, как вы думаете, нарушают это или нет? Конечно, нарушают. И что бы вы сделали в этот момент, если бы вас не слушали и нарушали бы правила? Вот ответьте на этот вопрос. Я скажу, что я сделал. То есть я определил так называемый виртуальный список. То есть этот список... Теперь каждый ребенок очень сильно заботится. Он в списке или не в списке. То есть есть черный список. Эти цвета пришли уже после нескольких хождений. То есть сначала был просто список. То есть я им чисто шутя говорю, так, все, ты рвешь, не слушаешься, ты рвешь сливы, все, ты в списке. То есть для них была сразу огромная загадка, что это такое за таинственный список. Ну, сначала они с загадкой отнесли, потом они продолжили рвать. Я говорю, хорошо, ты уже в списке, уже помечен красной галочкой. То есть ребенок один там очень такой упорно рвал, продолжал список. Я говорю, хорошо, вот ты уже красной галочкой был помечен, теперь ты уже жирной линией подчеркнут в красном списке. Ты уже красным цветом там выделен. И он начинает спрашивать, что же это значит. Я говорю, это значит, когда уже дошел красный цвет списка, ты уже в красном списке, это значит, что ты не идешь в следующий раз на купание. И это просто как удар работает на ребенка. То есть они уже все знают, что если ты попадаешь в красный список, ты не идешь на речку. Это просто, это очень жестко для них. И вот вчера, когда этот Артем, он же в красном списке, он не идет, и он подходит ко мне, а я же жду, что он это спросит. И он подходит ко мне. Заметьте, в любом наказании должны быть какие-то, ну, так сказать, приоткрыты двери для какого-то, для какой-то корректировки. Если ребенок корректируется, у вас должны быть какие-то варианты, чтобы он откорректировался и больше этого не делать. И вот этот красный, и он подходит и спрашивает, а дядя Саша, что же я могу сделать, чтобы пойти? Я говорю, ну, ты в красном списке, ты понимаешь, что ты не идешь? Да, я понимаю, что я могу сделать? Я говорю, ну, хорошо, ты кое-что можешь сделать, чтобы поменять свою судьбу. Ты спрашиваешь, сколько ты раз можешь приседать? Он, ну, 50. Я говорю, ну, хорошо, вот 200 раз присядешь за 5 минут, вот на часах 5 минут, если присядешь, пойдешь. И этот Артем вот это вот 200 раз приседал, и он пошел на речку. В чем интересный момент? Все уже знают, что им придется приседать, то есть будут списки, будут приседать. Дети уже слушались вот вчера, ну, раз в 5 лучше, и не рвали ничего, ну, то есть редко что-то рвали. После вот этих вот списков. Вот. И был момент, когда один ребенок вот тупо не послушался, и он, когда мы уже уходили, он погореб на глубину речки, и что-то там делал, вообще не реагировал на замечание. И когда он вышел, мы его все ждали, и когда он вышел, я его брату говорю, то есть брат спросил что-то за него, я говорю, то есть это твой брат, все уже в красном списке окончательно. И это же подходит спустя 10 минут, а что вы сказали моему брату? Я говорю, ну что, что, что ты в красном списке, ты не идешь. Все, сразу же идет, но дети очень хорошо это ловят. И он сразу говорит, дядя Саша, давайте я присяду 400 раз, и я пойду в следующий раз. Я говорю, ну окей, то есть если ты понимаешь, что ты сделал, и ты пойдешь. Почему тогда было введено наказание? То есть я сейчас вам подробно объясняю, то есть все эти реакции, чтобы вы понимали. Почему было введено наказание? Потому что мы забрели на какое-то частное озеро, и не было хозяина. Тут в Молдове, если ты что-то не так делаешь, идут штрафы. И я говорю, вот мы тут немножко побыли, давайте уходить, потому что мы не спросили разрешения, нам надо уходить. А этот ребенок не послушался. И когда мы пришли на обычное озеро, на общее, я у молдаван спрашиваю, то есть что то за озеро было? Они говорят, туда ходить нельзя, тут частное. Я говорю, вот ты слышал, ну тому, кто нарушил правила, не послушался. Он говорит, да, я слышал, то есть я понимаю, что я не то делал. Ну, говорю, ну все. То есть смотрите, наказанный ребенок должен понимать, что наказание справедливое, что это не просто ваша какая-то прихоть, что это справедливо. Тогда он будет выполнять компенсацию, ту, которая ему назначена, с удовольствием, чтобы откорректироваться. Еще такой один интересный момент, это психологический момент. То есть вам надо наказание вводить постепенно. Не сразу вот он, ребенок сделал какую-то ошибку, и теперь все, вы валите ему там какое-то суровое наказание. Нет. То есть сначала должно быть какое-то замечание. Если он на замечание реагирует, вы должны это более настойчиво сообщить как-то. Если он и на это не реагирует, тогда вводите меры, там типа сидения на стуле, или там 50-100 приседаний. То есть у меня вот есть промежуточный список, черный. И там может быть 50-100 приседаний, назначено за то, что ты просто рвешь. Если человек уже не реагирует, тогда он в красном. То есть вот эти вот меры воздействия, они понимают, что они не статичные, то есть они динамичные, они передвигаться могут что в лучшую сторону, что в худшую, вот по мере наказания. И тогда дети очень-очень корректно себя ведут. То есть вчера я был очень доволен их поведением, то есть никаких проблем с этим не было. Мало того, когда родители, уже когда я их привел, и спустя там спустя полчаса родители же подходят, спрашивают у меня, то есть как они нормально себя вели, слушались. Я, вы знаете, я такой, такого понятия, что я не буду палить, ну термином, жаргоном выражусь или стучать детей. Да и в принципе я это не делаю и со взрослыми. То есть если тут кто-то в приюте что-то не то делает, я никогда не пойду и менеджерам не буду жаловаться. То есть я ему скажу или вообще не скажу. Вот. Так и с детьми. То есть я отвечаю, что нормально они себя вели. То есть вот эти вот штуки, когда они меня не слушаются, это лично наши дела. Поэтому я считаю, что родителям, которые потом за то, что они там меня не слушались, будут на них кричать или там как-то наказывать, это лишнее. Вот. То есть я сам могу это откорректировать и дети будут, ну шелковые. То есть все будет с ними нормально. Вот так. Поэтому вчера мы и на одно озеро, на другое сходили. Повел их на сливу, которую можно рвать. Поели шелковицы. Дети были просто в экстазе от того, что вот они там рассказывали родителям, как все круто, классно и они ждут уже следующего похода на озеро. Вот такими простыми способами можно откорректировать поведение ребенка. И мало того, вы получите не страх, если вы неправильно корректируете, а любовь. То есть дети будут вас любить, обожать. А если вы им еще вечером, когда они вот крутятся и просят там рассказать какую-то сказку, притчу, если вы им еще и это расскажете, все. И если с ними шутите, то это просто вообще вы получаете вот такие вот широкие глаза любвеобильных детей, которые вас расценивают как что-то такое фантастическое. Вот. Ну так вот. Максим тоже был в красном списке. Летний день. Летний день. Субтитры сделал DimaTorzok